Друзья мои, привет! Ура-ура, у нас новое видео! Сегодня у нас будет... Вообще у меня был другой абсолютно план, но мой муж меня подвел, и он не вернулся домой после работы. Оказалось, он продолжает в дневную смену. В общем, ничего не поняла, где он находится, но фиг с ним. А мы с ним собрались просто на завтрак. Ну, видимо, завтрак отменяется. Так, сегодня у нас будет видео про сумки. Я вам спрашивала на инстаграме, хотите ли вы, вы сказали, что хотите. Потом я... Что еще? Не помню, что еще. Ну, в общем, сегодня видео про сумки. И помимо сумок коллекции, моей коллекции, я не люблю это слово коллекция, потому что ничего не коллекционирую, но так или иначе, я покажу сумки, которые я ношу, которые я люблю, которые у меня есть. Немножко, скажу вам, историю свою с этими сумками. И также у нас с вами с самого начала распаковка. Мне пришло... Мне пришло. Я заказала сумку. Я заказала сумку. Давайте историю. В общем, я уже открыла коробку, но сумку не открывала. Ждала. Я не знаю, может быть, у меня получится даже вам в зеркале показать на себе. Не знаю. Сейчас посмотрим, как мы это будем с вами делать. Ну, в общем. Так, ну, давайте. Давайте открывать и будем рассказывать. Будем тараторить, как обычно, да? Сумка. Марк Джейкобс. Огромнейшая коробка. Вообще, почему она такая огромная, я понятия не имею. И вот эта сумка, которая не особо большая. История этой сумки такова. Я получила уведомление на электронную почту, что в магазине Shop Pop, вы знаете этот магазин, скидки. Ну, и я, как шоппер, зашла, в общем, смотреть эти скидки. И вдруг я увидела модель, стоит с этой сумкой. Сумка на 40% скидки Марк Джейкобс. Я думаю, вау, мне это надо. В общем, я начала смотреть разные видео онлайн, YouTube, Instagram, рекламы. По-моему, мне отсвечивается. Да? Да. В общем, я начала смотреть разную рекламу, как это выглядит. В общем, просто влюбилась в эту сумку. Понимаете, вот очень классно сфотографировали эту модель, что я влюбилась в эту сумку, ну просто вау. Я решила ее заказать. Ну, что вы думаете? Я же гави, я жадная. Я подумала, в Shop Pop всегда на все скидки. После двух недель, когда они выходят на любой сейл, у них всегда есть дополнительная скидка 25%. Я подумала, что я буду сейчас тратить такие деньги. Я подожду еще 25%. Я, в общем, положила в корзину 3 сумки и думаю, буду каждый день заходить и проверять. Сумка эта была все время онлайн. То есть, все время была в корзине, все время была, все время была. В общем, прошла полтора недели, она была. И тут мы поехали, значит, в Икею покупать нам кровать новую. И что вы думаете? Единственный день, когда я зашла проверить сумку. На следующий день утром в субботу я зашла посмотреть и ни одной сумки больше не осталось. В общем, сумку распродали. Я очень сильно обломалась, честно вам скажу. Когда я это увидела, у меня прям, значит, так... Я не верю. В общем, зашла я, значит, на официальный сайт Mark Jacobs, который посылает в Израиль. Цена у них окончательная со всеми налогами. И заказала, но не через сайт Mark Jacobs, потому что что-то там цена какая-то высокая была. Я заказала через посредника. Через посредника вышла... В общем, чуть-чуть дешевле, чем на сайте Mark Jacobs, но достаточно намного выше, чем выходила бы мне в шоп-оп, даже если бы я покупала просто с начальной 40... 40% начальных. В общем, немножко я обломала, заплатила чуть подольше, но сумку купила! В общем, вся история. Господи, сколько я здесь минуту рассказываю эту историю. Так, ну давайте смотреть. Значит, такая упаковка. Я купила модель, которая называется SoftShot 21. В черном цвете. SoftShot? Да, по-моему, SoftShot. А, мы сейчас посмотрим. Значит, у все бумажки. Давайте посмотрим. Модель. Не написано. А начальная цена этой сумки 350 долларов. Не стоит она, конечно, этих денег, да? Вообще, мид, 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 сегмент мид не стоит своих денег, поэтому покупайте всегда на скидках. Все вот эти вот бренды, как Mark Jacobs, как Tory Burch, что там еще есть? Ну, все вот это, в общем, вы меня поняли. Так, я хочу снять все бумажки, чтобы полноценно вам показать. Оно все очень, ну, видите, хорошо упаковано. Господи, упаковали, то упаковали. Чтобы не скучно эти всю бумагу было снимать. Здесь у нас карабинчики. На карабинчиках написано Mark Jacobs, как вы видите. А, здесь такие вот еще штучки. Это у нас пояс. Здесь очень много еще бумажек. Я уже все убрала. Теперь откроем. Здесь есть два кармашка. В кармашках у нас куча бумаги. Ну, что она здесь? Здесь, наверное, а, здесь есть, спокойно, здесь есть пыльник. Отлично, что он есть. Потому что я когда-то на Тендерифе покупала старую свою сумку Mark Jacobs, и не было пыльника. Прям я себя чувствовала обманутой. Так, здесь еще один кармашек. Они идут в разные стороны, эти молнии. Вот такую вот сумку я купила. Это типа называется, ну, знаете, как сумка для фотоаппаратов. Они их очень часто называют camera bag. Вот. Конкретно эта модель называется soft... Soft... Что я говорила? Soft shell? Я уже не помню. Soft shell, по-моему. А, soft... Я не помню. Здесь, в общем, два кармана. Здесь сзади карманов, видите, есть для карточек. Бесполезная ерунда. Здесь сзади тоже есть такой карман. Она очень мягкая. У нее такой... Ну, как сказать... Кожа не гладкая, а зернистая такая. Здесь вот написано Mark Jacobs название. И спереди, ну, просто карман. А если для сравнения... Телефон, айфон одиннадцатый. Ну, места, видите, очень-очень много. Вот, значит, карабинчики. Здесь это все можно, наверное, регулировать. Я вам потом покажу на себе. Ну, вот. В общем, это моя новинка. Очень хотела ее. Почему-то в нее сразу влюбилась. Не знаю. Наверное, в ней что-то есть, что очень симпатизирует моему характеру. Не знаю. Слушайте, красивая. Кому интересно, все примерно пришло за дней... Я хочу сказать, дней десять. Отсылка с Mark Jacobs. Пока она дошла на мой адрес в Америке. И с Америки пока переслали сюда. Не очень выгодно через посредника сейчас писать в Израиль. В связи с ковидом есть разные дополнительные платежи какие-то. Лучше, если бы Shop Pop просто бы покупала напрямую в Израиль. Заплатила бы просто эти 17% налога. Потому что сумка стоила выше 70 долларов. И было бы намного все проще, дешевле. И, в общем, я очень сильно обломала, что я ее профуфикала. А теперь давайте смотреть мои сумки. Коллекция. У меня не коллекция, я ее не собираю. Но просто вам расскажу какую-то историю своих сумок. Значит, первый раз вообще, когда я захотела женскую сумочку, у меня было 13 лет. И мне мама тогда купила такую маленькую сумочку. Я увидела у одной девочки, маминой подружки, дочки сумку такую, которая так закрывалась на замочек. Была с маленькой ручкой, вот такая была небольшая. Тоже так, как Crossbody. Я увидела, умоляла маму мне купить. Мама мне купила, конечно, что-то намного дешевле, что позволяло возможность. Такую тоже черную, которая закрывалась на такой школьный замок. Тоже с ручкой, тоже небольшая, Crossbody. В общем, я была довольная. С того момента как бы началась моя любовь к сумкам, потом рюкзаки. У меня был рюкзак такой, знаете, помните, как через плечо одна лямка такая была. У многих, наверное, такие рюкзаки были. Потом я приехала в Израиль, поняла, что в Израиле всем вообще пофиг, как ты одеваешься. Хоть ходи в пижаме на улицу и в тапках по улице. Но со временем Израиль стал более тоже модерным. Более стало быть понимание, что такое бренды. Ну, в общем, да. И, наверное, самая моя первая, не брендовая сумка, но дорогая сумка, качественная, кожаная. Потому что всю жизнь я росла на том, что вещи должны быть качественные. Они не обязательно должны быть какие-то брендовые. Помните, как мы росли? Итальянская одежда, турецкая одежда. А какая у нас там еще была популярная одежда? Чехословакская одежда. Да, материал, хлопок, белье и все это подобное. В общем, когда я раскошелилась вот на эту сумку, она мне стоила 150 евро в Заре. Я не знаю, зачем я ее купила, просто влюбилась в нее. Я их купила, честно. Я, наверное, с тех времен лет 10 уже прошла, с ней так и не ходжу. Вот просто вам покажу. Это такой хобобаг. Не знаю, как она называется. У нее вот такая вот ручка через плечо с такими тисел веревочками. Она очень большая, вместительная. Если я не хожу, она из-за того, что сделана из чистой замши. Она тяжелая, поэтому она у меня лежит. И, в общем, я не знаю, что с ней делать. В общем, ну, так или иначе, показываю. Это, наверное, из тех видов сумок, которые я буду оставлять или своим детям, или буду просто вот жертвовать и давать кому-то. Но, так или иначе, с нее, наверное, началось мое пристрастие к более дорогим сумкам, а не таким дешевым. Хотя дешевые сумки я тоже любила. И есть очень классные дешевые сумки. Поэтому вот так, ну, не думайте. Потом, наверное, следующая моя дорогая... Дорогая сумка? Не дорогая. 60 евро. Я помню цены. Я ее покупала на Тенерифе лет 100 миллионов назад. Это была Long Champ. Всем известная. Она, наверное, есть у всей Европы. У меня, по-моему, это Мини. Не помню. Но она с длинными ручками у меня. Я не помню, это Мини или Миди. Не помню. В общем, Long Champ. Мини. Наверное, Мини. Она достаточная ее. Видите, вон, видите, все уголки у нас обхоженные. Я долго с ней ходила. Но, честно скажу, я не любитель сумок вот так. Это не мое. И, в общем, она у меня лежит, если честно. Но она была такая рабочая лошадка. Потому что она вместительная. В нее много что влезает. Но само то, что эта сумка на плече, мне было неудобно. Ну, так или иначе, с ней... Это была, наверное, первая такая. Пойдем купим тебе брендовую сумку. Да, вот это вот бренд мой. За 60 евро. Ха-ха. А Тазаровская была дороже. Ну вот. Это темно-синий цвет, кстати. Очень четко. А следующая моя брендовая сумка. Вот здесь. Это будет сейчас очень интересно. У меня был когда-то блог. Я там любила себя фотографировать, свои аутфиты. Я уже познакомилась с Ютьюбом. Я видела, что фэшн-блогер одевает. В общем, я помню, насобирала и раскошелилась. Все. И заказывала себе там онлайн. Проверяла, где, что и как. В общем, купила себе сумку Селин. Но вот моя сумка Селин. У меня мини-нано, по-моему. Я очень люблю этот цвет. Я до сих пор очень люблю этот цвет. На мой взгляд, это очень удачный цвет к одежде. Я считаю, что горчичный цвет, такой более светло-горчичный, он очень подходит ко всему. Если вы хотите какой-то pop of color, вот горчичный цвет, он очень подходит ко всему. И вот такой вот серый. Это такой для меня нюдовый цвет, который тоже подходит абсолютно ко всему. Но я думаю, что моя сумка фейк. Почему фейк? Несмотря на то, что я... Во-первых, этого сайта уже не существует. Я заказывала ее лет 7-8 назад, я так думаю. Она мне пришла, конечно же, с пыльником. Она, конечно же, мне пришла со всеми карточками. Типа. Совсем-совсем-совсем абсолютно. В общем. Но. Когда она пришла, несмотря на то, что за нее я заплатила немало. И здесь есть всякие номера и все. И я думаю, что под тем параметром, под тем вещам, что с ней происходит, я думаю, что она не настоящая. И я помню, знаю, что у вас у кого-то тоже есть селин. Расскажите мне. Но, во-первых, эти штуки у меня вон, видите? Дергаются в разные стороны. То есть у селин, я уверена, что они так не дергаются. И значит, они не такие длинные. У меня уже вот это вот задался, я задала себе вопросом во-вторых. А здесь она у меня из кожи изнутри. И эта вся кожа начинает облизать. Не знаю, видите, вы не видите. Я не думаю, что у селин настоящая сумка будет облизать изнутри. И здесь даже внутри, и здесь внутри есть карманы. Я не знаю, как внутри выглядят сумки. Из-за того, что это сумка, то есть селин сумки, из-за того, что эта сумка куплена давно, то здесь внутри, конечно, написано «Дженни Лидер». Там даже, по-моему, есть какой-то номер. Ну, в общем, или это супер-супер хорошая поделка, или это просто поделка. Ну, я сомневаюсь, что это настоящая селин, несмотря на то, что я в то время заплатила за нее просто бешеные деньги. Но так или иначе, она мне служит. Я очень любила, долго с ней ходила. И она, кстати, достаточно вместительная. А, сюда и телефон. Где мой телефон? Где мой телефон? И телефон, и небольшой кошелек. Потому что, по-моему, бутылка воды. То есть, ну, она вполне вместительная сумка. Вполне хороших таких параметров. После нее я как-то подумала, что или покупай в магазине, или покупай на официальных сайтах, где это стоит намного дороже. Не ходи на никакие левые сайты. Несмотря на то, что вы знаете, что я абсолютный фанат шопинга онлайн. Я постоянно все покупаю онлайн. Но просто тогда это было давным-давно, 7 лет назад. И я думаю, что времена были другие. И шопинг онлайн в Израиле был немножко другой, нежели сейчас он. Следующая сумка после этого я себе купила. Я познакомилась с брендом Rebecca Minkoff. Это тоже такой чуть дешевле, чем Michael Jacobs. Достаточно недорогой бренд, если честно. Ага, вот у меня пынчик. И я себе очень хотела эту сумку. Очень ее хотела. Это называется Mini Affair. В черном цвете. Я просто очень-очень-очень ее хотела. Сейчас ее уже не купить. Ее больше нет. Ее уже давно, много лет нет. Я ее покупала, ну, я думаю, что тоже точно лет 6 назад. Вот тут один карман. Тут кармашки, тут тоже все карточки. Ее я заказывала с Nordstrom. Она была на 50% скидки. Оригинальная ее цена, по-моему, здесь даже написано. Да, здесь даже написано. Вот, оригинальная ее цена 195 долларов. Я ее покупала, соответственно, за, по-моему, за 100. Ну, и с доставкой в Израиль. У меня она стоила, по-моему, 130-140. Вот, я ее очень хотела. Мне казалось, что это такая вечерняя сумка, с которой можно вот найти, ну, на любой выход. Она будет крутая. И, в общем, вся эта цепочка, все такое Chanel inspired. Но прошло 7 лет, я выросла. И сейчас я на нее смотрю и думаю, блин, ты чересчур Chanel inspired. И мне с тобой будет, ну, как-то не очень комфортно ходить. Поэтому с этой сумкой я не хожу, не хочу ходить. И я ее просто храню для Шайли, может быть, для Шайли, для Ари, когда они захочут. Мне с ней... Ну, меня смущает, что она чересчур под Chanel. То есть, если у нас нет возможности купить Chanel, не покупайте ни фейка, покупайте что-то, что... Оно другое, что оно не напрямую вдохновлено Chanel настолько, что похоже очень. Понимаете, что я имею в виду? В общем, для меня оно очень похоже. Вот это вот очень-очень шанелевская фишка. Хотя здесь все очень качественно сделано, да. Ну, очень супер качественно. Здесь ее вот это вот Робекка Минков. И она сделана из кожи. А здесь, знаете, да, очень качественная кожа, да. Ну, она кожа, настоящая кожа. Она совершенно вместительная, где мой телефон, как обычно. А, кошелек мини, кошелек, телефон. Я именно хотела такой размер. Все очень достаточно вместительно. Тут даже можно и 30 миллионов помад, ключи, в общем. И можно также через плечо. Хай-хай-хай-хай-хай-хай. Вот. Но нет, пока она у меня в стороне. И сейчас вот эта вот Марк Джейкобс, она как-то, наверное, мне ее заменит. И мне нужно что-то такое маленькое мини на выходы. Когда мы идем куда-то, мы никуда не ходим. Потому что было ковид, и мы ее давным-давно нигде не были. Следующая сумка. Вы, наверное, кто за мной следите, давным-давно. Тоже лет 6 назад, наверное. Я была в Риге, в Стокмане, в центре Риги. И хотела купить себе сумку. Кто не знает, кто первая здесь на канале, я родилась в Риге. То есть я в Риге часто относительно бываю. А насколько это возможно, хотелось быть чаще. Я купила себе сумку вот этого Дики Ануай. Я думаю, что вы ее все знаете, вы ее все помните. Я просто очень много с ней ходила. Вот такая вот, очень вместительная. Но я свой телефон туда класть не буду, вы поймете, что она вместительная. Она crossbody. У нее нет больше никаких ручек. Сделана из мягкой кожи, тоже натуральная кожа. Стоила она мне, у меня здесь есть. У меня здесь есть, я это видела где-то. У меня это где-то есть. Вот. Стокманская даже штучка есть. Она стоила мне в то время 159 евро. Вот. И модель. Этого модели уже нет. Тут написано какая-то модель. Написано много номеров. Вот. Ну. Да, это была, это была очень удачная сумка. Это подборка цветов на лето. Очень-очень удачная. Ну, в общем, вы меня видели, что раз не в инстаграме помните. Кто меня помнит с помадой героин от Мак, тот меня и будет помнить с этой сумкой. Потому что это была такая, очень ходовая сумка. Следующая. Все, кто знает фурлу, конечно, знают их самую популярную модель Metropolis. Это не я выбирала этот зеленый цвет. Это Нетцер выбирал этот зеленый цвет. Он не самый удобный. У меня с этим зеленым цветом не особо часто есть под что и как одеть. Хотя вот даже так можно его, в принципе, да, вот под такую. Но вот эта модель, я думаю, что вот это вот то, что я вам говорила, Chanel inspired, но именно что-то свое. Вот это вот именно то, что inspired, но что-то очень-очень свое. Я обожаю эти мини-сумки. Они мини, они абсолютно мини. Туда кроме кошелечка с карточками и телефона, наверное, ничего не влезет. Телефон мой туда влезает, да. Вот телефон влезает, кошелек, ключи, помада, все туда влезет, но не более. А, я люблю, обожаю этот замок. У них очень классная дорогая фурнитура, которая не царапается, не пачкается. Цепочка эта, она другая, она не похожа на другие цепочки. То есть она, ну, поняли у меня, она абсолютно другая. Я люблю вообще эту сумку. Я очень искала такую черную, хотела черную купить, но они поменяли коллекцию. И теперь эта сумка выглядит немножко по-другому. Эта штука у них, передняя фурнитура, она под цвет сумки, зеленая, черная, белая. И сама цепочка, она наполовину цепочка, немножко другая, а наполовину кожа. Мне это не нравится. Мне хочется именно вот на выходы такую вот мини. Я смотрела на ebay, но на ebay что-то они зашкваливаются своими ценами. Я не думаю, что фурла стоит там, не знаю. А, у меня, кстати, есть цена, сколько она стоит, что-то расскажу. Ее покупал нецер. Даже есть чек, который сохранился. 29-го, 6-го, вау, 6-го, 2016-го года он мне это покупал. И это в шекелях стоило 1300 шекелей. 1300 шекелей это примерно... 300 евро, 300 с чем-то евро. Она сейчас, по-моему, стоит дешевле, я думаю, дешевле. По-моему, сейчас шекеля в 700 стоит дешевле. И там есть много разных, но именно вот эта классическая модель, я почему-то они решили ее поменять, не знаю почему. Тоже такая зернистая кожа, которая хорошо держится, не царапается. В общем, я эту фурлу, если честно, очень-очень люблю. Жалко, что она у меня не черная. Я не знаю, что Нецер думал себе, когда покупал не зеленую. Тем более, что он покупал ее без скидок за полную цену. Поэтому очень печально, что он не купил черную. Интересно, если я ему сделала физиономию. Я обычно очень люблю скривить лица, сказать, чего купил. И еще одну сумку фурла. Кстати, это Нецер меня фурлой запокупал. Не я, не я. И вот вторая моя сумка фурла тоже. Нецер был на какой-то выставке вина. И вот зашел там в магазин, в Тель-Авиве есть магазин фурла. И купил. Это уже было, кстати, по скидке 40%. Я не знаю, как называется, наверное, какой-то конверт. А вот такой вот розовый-нюдовый цвет. Очень хорошие румяна были бы. Очень вместительная сумка. Очень вместительная сумка. И как оказалось, она тут дофига чего есть. Такие платочки. О, у меня даже пилочка здесь есть. Прикольно, которая складывается. Что это все делать? Надо что-то убрать. Нитка для зубов. Вот. В общем, такая вот тоже. Кроссбадди, вы знаете. Я вообще люблю сумки кроссбадди. Я их никогда не люблю носить на плече. И не люблю носить в руках. Я чересчур практичный человек. И обычно все мои сумки небольшие, потому что у меня сразу спина болит от наших смок. Поэтому у меня достаточно... Вот это, наверное, самый большой мой вариант сумки будет. Эта сумка. Нецер ее покупал. А где чек? Я видела чек. Я где-то видела чек. Сейчас просто покажу вам чек. Ой, мы скоро сядем. Батарея сядет. Но у нас уже мало чего осталось. Так. Эта сумка... Он ее мне покупал 30-го, 1-го, 17-го. Через полгода после зеленой. И она стоила на 40% 876 шекелей. Это примерно 250 евро. 240 евро на 40% скидки. Оригинальная ее цена где-то около, не знаю, 450, что такое было тогда. Вот. Я тоже с ней часто достаточно ходила. До того момента, пока стала мамой. С того момента, как я стала мамой, я уже ничего не была. И что у нас? У нас мало что осталось с вами, на самом деле. Еще одна сумочка. Израильский бренд Эммануэль. Мы покупали это вместе с Олей, как-то когда мы были в Тель-Авиве. Вот такую вот белую сумочку. Она сделана из натуральной кожи. Кожа очень-очень мягкая. Очень шикарная. Это вот этот бренд Эммануэль. Но именно дизайнер Нета Саде. Это израильский дизайнер. Очень популярный в этом магазине. Она именно для этого магазина делает разные сумки. У них есть постоянные новые коллекции. Они стараются быть брендовыми. И за брендами, насколько это возможно. Ну вот такая вот беленькая тоже. Crossbody. А, у меня еще есть одна сумка. Сейчас вам покажу. И к ней я купила очень что-то классное. Я к ней купила, смотрите, пыльник с Ахерба. Вот так вот называется бренд этих пыльников. Он вообще, наверное, для какого-нибудь картошки. Но сумка в нем лежит просто фантастически. И она вообще очень классная. Он из органического этого самого хлопка. Дышит. В общем, фурла со своими ужасными пыльниками. Вот эти вот. Кстати, все сумки идут фурла в пыльнике. Они синтетические. Должны получиться у Ахерба, как делать вот эти вот такие вот сумочки. А, давайте по рюкзакам немножко. Когда я стала мамой, я начала носить рюкзаки, потому что это удобно, это комфортно. У меня есть такой рюкзак израильской марки. Здесь она, вот, Панча называется. Они делают вот, вот такая вот марка Панча. Они делают сумки из натуральной кожи. Я купила вот такой вот рюкзак. Мне неудобно ходить со своим рюкзаком, потому что эта штука как раз на сгибе моей груди и руки. Очень-очень некомфортно. Не могу как-то по-другому это придумать. Но сама сумка из кожи, она достаточно легкая. Она не утяжеляет назад. И у нее есть вот большая вот такая держалка, то есть большая ручка, которую можно также носить так. И, походу, я все время ходила так, потому что вот эти штуки, которые давили мне здесь, было-было очень некомфортно. Сам рюкзак очень вместительный. Он маленький, но очень вместительный. Что тут интересного нету? Вот. А у него тут еще карман сзади на молнии и спереди на молнии. И он очень вместительный. И мне нравится, что он кожаный. Я именно хотела кожаный. Как вы уже поняли, я очень люблю серый цвет в сумках. Но вот одна фигня. Вот из-за этой штуки я не могу с ним ходить, потому что мне это некомфортно. В общем, поэтому он у меня лежит. Что-то нужно с ним придумать. Нужно кому-то отнести, что-то придумать или даже в панчо обратиться. Они до сих пор есть. Может быть, они что-то придумают. Еще один рюкзак, про который, ну, вы уже слышали миллионов раз. Это Longchamp. Вот эти их рюкзаки стандартные. Очень часто бывают на сайте, где этот Longchamp продаются скидки. Этот первый я себе купила. Только послушайте цены в шекелях. Потому что в каждой стране он немножко по-другому стоит. В шекелях я этот купила за 414-415 в магазине. В Тель-Абиве у них есть. В магазине в Тель-Абиве. И каньоне в Тель-Абиве шоппинг-центре. Есть у них магазин. Этот я заказывала на сайте. Немножко другой цвет. И этот стоил мне 280. Понимаете? То есть почти 40% разница в цене. И что? А, и здесь у меня внутри, когда я с ним хожу, еще есть такая вот мини-косметичка, в которой у меня разная ерунда, которая мне нужна. Если вы захотите видео, что в моей сумке, скажите, и я вам покажу. Сейчас я хожу с рюкзаком Фурла. Это модель Piper S. Есть Piper M большой и Piper S. Я вам его показывала, как я его получала, открывала. Я его хотела очень-очень. В Израиле продается только Piper M. Я его искала, я нигде не могла найти. Потом нашла с Италии на ebay и заказала. Я очень им довольна. Единственное, что его открывание, вот это вот, оно не совсем, понимаете, что я имею в виду? Не совсем комфортно, не совсем большое. И, ну, немножечко некомфортно вот так вот. Мало мне места. Здесь у меня вот, смотрите, у меня здесь очки, здесь у меня такой кошелечек, где, когда я хожу с более маленькими сумками, у меня ключи, таблетки, пластырь и резинки для волос. И здесь у меня мой мини-кошелек. У меня вот такой вот кошелек Tori Barge, который я просто обожаю. Такой вот. Он маленький, компактный, и я его очень-очень люблю. Что мне тут еще? Ну и все. Ну и здесь сзади есть, конечно, кармашек, у меня салфетки, помада гигиеническая. Теперь здесь тоже есть кармашек, но вот этот вот замочек, он так вот отстегивается, если очень захотеть, но не очень удобно. В общем, подводя итог этому рюкзаку, хочу сказать, что он мне нравится, он классно смотрится, но он немножечко некомфортный в использовании. Наверное, так. Но эта некомфортность уходит в сторону, потому что я люблю его. И здесь тоже есть еще спереди есть два курмашка, которые я не особо использую. Кстати, в телефоны эти в кармашки влезают. Так, что у нас еще? Еще у меня есть, когда у нас хайповое время было носить эти, как это вообще называется? На пояс, на пояс вот эта вот штука, в которую все ходили вот так вот, да, как мы это ходили, вот так. Вот. Я купила себе вот такие. Вот такие. Это все наши скандинавские друзья, сами называйте свою марку, как хотите. Я не умею это произносить. Я ее называю Канкан. В общем, я купила себе такой темно-синий. Ходить по кипецу, когда нужно с детьми что-то удобное на себе. Ни сумку, ничего, ни рюкзак, а такое маленькое. Туда за сумкой там мокрые салфетки, телефон. И пошел. Вот, так что у меня есть такая в Израиле. По-моему, я их больше не видела нигде. Они больше нигде не продаются. Бармашек есть. Внутри она очень, кстати, вместительная. В общем, очень удачная. Как эта сумка называется? Вот что мы, как ее называть? Не знаю. Вот эта сумка. Все сумки вам показала. Мы с вами закончили. Это, наверное, вся такая моя коллекция. В основном сейчас я хожу с рюкзаком. Или вот с фурлой. Или с лонгчамп, который я покупаю в Израиле выгоднее всего. Особенно, когда есть скидки. Что еще? У меня есть некоторые хотючки двух сумок. Одна от марки Филипп Лим. Кто знает, пошли. Мини. Она у меня в хотючках уже лет 8. И почему-то я ее не покупаю. Интересно, почему? Я уже за эти лет 8 столько сумок купила, а ее не покупаю. Не знаю. И еще одна у меня новая сумка появилась в хотючках. Но если у меня получится их купить и что-то вам сказать, то я просто сделаю анбоксинг и покажу. Ну, а пока у нас новинка. Та-дам! Это. Красотка. Ну, все. Надеюсь, вам было интересно. Пишите, какие у вас любимые сумки. Как вы видите, люкса дорогого у меня нет. Я пока не там, чтобы тратить на люкс чуть больше. Может быть, когда-то до этого дорасту. Но очень тоже люблю смотреть на люкс. Люблю девчонку, у которых есть люксовые сумки. Мне это доставляет огромное удовольствие на их смотреть, их лапать. Их трогать, оба смотреть, как эти сумки выглядят. Очень люблю. Но вот сама как-то еще не перешла, не перешагнула на этот этап, чтобы я могла потратить на люксовую сумку большую сумку денег. Ну вот, поэтому покупаю вот что-то такое посерединке, которое удовлетворяет мою я. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Не забывайте, это очень важно. Поддержите меня своим лайком, подпиской. И обязательно звоните в колокольчик, чтобы вы получали уведомления о моих новых видео. Мы с вами увидимся на следующий неделе. Пока!